Я думаю, что это форма цинизма, потому что они воюют с НАТО, как нам рассказывают. Да, они потеряли там 250 тысяч населения, они потеряли флагман Черноморского флота, они потеряли половину той территории, которую захватили, они потеряли штаб, я имею в виду консер Москва. А что, НАТО? А каковы потери НАТО? А НАТО еще не подъехало, да? Значит, на самом деле война вот такая идет. Ну а если, вот сейчас они с украинскими ракетами справиться не могут, они, в общем-то, особенно генералы, они хорошо понимают, на самом деле, что значит натовский потенциал. Натовские авианосцы, натовские самолеты, натовские подводные ракетоносцы от России ничего не останется в течение двух недель. Поэтому, когда там всякого рода персонажи рассказывают, что нанести бы этот самый ядерный удар по Работино, это ничего не значит, они на публику работают, они демонстрируют вот такую вот решительность, брутальность, хрукнули брови и напрягают мускулы. Для Путина как раз основная угроза сейчас не разного рода либералы, а для него основная угроза это как-то сура патриоты. Гиркина посадили, Пригожина убили, суровительно послали в Африку. Он их убрал, потому что они представляли угрозу его личной власти. Серьезная системная болезнь, и ей болеет вся страна. Ее заражают по телевизору ежедневно такой токсичной пропагандой. И этот, в общем-то, не лечится.